Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Лебедев Антон. И сегодня мы продолжаем наш разговор по теме молекулярно-абсорбционной спектрофотометрии. Это второе видео по данной теме. Итак, в данном части модуля мы с вами разберем аппаратное оформление. Поговорим о составных частях спектрофотометра. Сравним спектрофотометр с фотоэлектрокалориметром. Поговорим про источники излучения, диспергирующие элементы, типы кювета. Также о проверке точности установки длины волны и, собственно, о детекторах. Также мы с вами затронем вопросы качественного и количественного анализа. Это количественный анализ. О нем мы будем говорить в рамках метода внешнего стандарта. И поговорим про основы калибровки методик. Также о том, что такое зашкал и отклонение от закона Бугера-Ламберта-Бера. Ну, об отклонениях мы с вами так-то уже говорили в прошлом видео. В этом видео мы только повторим некоторые моменты. Также поговорим про то, что такое кинетические измерения. Что такое кинетические измерения. И в конце резюмируем особенности метода. Итак, ну, фактически любой аналитический прибор включает в себя четыре основных компонента. Это блок ввода пробы. Это некий физический фактор. Физическое воздействие, направленное на наш образец. Это детектирование. Собственно, обработка сигнала. Обработка сигнала. Ну, прежде чем приступать, собственно, к аппаратной части, мы с вами разберем ключевые отличия фотоэлектрокалориметра от спектрофотометра. Ну, вообще, метод молекулярно-абсорбационной спектрофотометрии – это метод довольно старый. Но это не значит, что он плохой. К чему это я? К тому, что изначально пользовались фотокалориметрическими приборами, которые работали исключительно в видимой части спектрального диапазона. Вот это первое отличие, что фотоэлектрокалориметр работает исключительно в видимом диапазоне. То есть, ну, примерно от 315 до 900 нанометров. В нем, соответственно, был единственный источник света – это галогеновая или вольфрамовая лампа. То есть, это источник видимого света. Ну, если вы вспомните, да, галогенки и вольфрамовая лампа, они так светятся, да, с спусканием такого желтого теплого света, да. Ну, и в молекулярно-абсорбационной спектрофотометрии используются также данные типы ламп. Ну, также для измерений было достаточно кювет из оптического стекла, из оптического стекла, которые были прозрачены в видимой области, да. И в качестве монохроматора использовались различные светофильтры, использовались различные светофильтры. Что же из себя представляет спектрофотометр? Ну, также следует отметить, что фотоэлектрокалориметры, ну, на сегодняшний день, ну, очень, да, широко распространены во множестве лабораторий. Ну, так как, как я уже говорил, метод довольно старый, довольно возрастной, то очень много есть отработанных методик именно на фотокалориметрию. Поэтому в ряде случаях, там, например, в большинстве анализов проб воды, да, вполне достаточно использования более дешевого фотоэлектрокалориметра, чем более дорогого спектрофотометра. Но, тем не менее, спектрофотометр, он более, это прибор более широкого спектроприменения, при этом более дорогой, да, и более требователен. Он более требователен, ну, и к оптике, и к стабильности сигнала, например, дейтериевые лампы, да, которые работают, ну, так скажем, намного меньше, чем лампы видимого света, но об этом чуть-чуть попозже, да. Ну, собственно, для спектрофотометра, так как он работает в спектральном диапазоне от 190 до 1100, ну, и до 900 нанометров, здесь используют две лампы. Это лампа для УФ и для видимой областей. Собственно, видимая лампа, лампа для видимой области у нас также представлена либо галогеновой, либо вольфрамовой. Для УФ области представлена в виде дейтериевой лампы. Также для измерений на спектрофотометре используют кюветы из кварцевого стекла. Кюветы из кварцевого стекла, они прозрачны как в видимом, так и в УФ диапазоне. И в данном случае длина волны сдаётся монохроматором, а не с помощью светофильтра. Ну, монохроматором на сегодняшний момент более всего распространена дифракционная решётка. Итак, основные узлы спектрального прибора – это источник излучения, это некий диспергирующий элемент, ну, либо полихроматор, либо монохроматор, в зависимости от типа прибора. И, собственно, детектор. Ну, и в этой схеме чаще после диспергирующего элемента стоит некая кювета. Но если у нас, например, диодно-матричный детектор, то кювета будет стоять у нас до диспергирующего элемента. Две основных схемы спектрофотометров – это однолучевая и также двулучевые или псевдодвулучевые схемы. Ну, вот, что представляет из себя однолучевая схема. То есть у нас есть источники излучения, да, есть входная щель, диспергирующий элемент, ну, дифракционная решётка, ну, здесь вот так условно это изображено в виде призмы, да, вот, выходная щель, да, вот это вот всё от входной до выходной щели, для этого у нас называется монохроматор. И, соответственно, вот, есть у нас диспергирующий элемент, который моторчиком поворачивается, и у нас попеременно из выходной щели будет излучаться, соответственно, монохроматическое излучение определённой длины волны. Кювета будет этим светом облучаться, да, и попеременно в наш детектор будут попадать сигналы от источника, да, ну, и прошедшие через кювету. Вот, и, соответственно, вот этот моторчик проходит весь диапазон, да, и мы в итоге получаем спектр. В данном случае электронный спектр поглощения. Что здесь следует сказать, да, здесь в такой схеме требуется предварительное снятие фона, то есть сначала мы в кюветодержатель помещаем кювету с растворителем, да, с фоновым, так сказать, образцом. Измеряем этот фон, и там прибор записывает в память данный спектр и будет вычитать его из спектра образца посредством определённых математических процедур. Ну, кюветы либо переставляются вручную, ну, либо при помощи кюветодержателя. Вот, ну, и, собственно, двулучевая схема или псевдодвулучевая схема. Здесь всё идёт, всё так же идёт, да, источник излучения монохроматор, затем апплическая система, которая направляет наш луч света монохроматизированный, да, на светоделитель, либо на чоппер, вот, который делит наши потоки. Ну, либо это может быть постоянные два световых потока, да, там разделённые, там, 50 на... Не совсем удачно нарисовал, 50 на 50, да, вот, и у нас одновременно облучается и референсный образец, и, собственно, наш образец, да, сампл. И это всё попадает в детектор, вот. Ну, в данном случае, либо могут быть два детектора, это более дорогая схема, либо вот, как бы, при помощи оптических элементов у нас может направляться по переменам потоки в один детектор. Ну, это не принципиально. Вот. В чём преимущество двулучевой схемы, да, ну, у таких спектрофотометров у них выше динамический диапазон, то есть выше линейность, как правило, однолучевые схемы, они линейны, ну, в диапазоне, там, от 0,2 до 1, от 0,2 до 1, вот. Также двулучевые приборы, они более стабильны, то есть у вас постоянно изменяется фон, да, то есть они менее подвержены, там, изменю внешних условий, да, там температура изменилась и так далее, и так далее. То есть всё это влияет на поглощение. Всё это более стабильно. Ну, и, собственно, это быстрее, да, то есть в первом случае вам сначала нужно снять один спектр, да, спектр фона, потом спектр образца, а в случае двулучевой схемы вы в одном, как бы, заходите, проводите сразу два, как минимум, два измерения. Это удобно, это удобно. Ну, и динамический диапазон двулучевых спектрометров, он, ну, примерно от 0 до 2-3 единиц абсорбции. Absorbance unit, так называемая, единица абсорбции. Вот, ну, и как следствие, двулучевые и псевдодвулучевые спектрометры, они дороже, они, как правило, дороже. Про источники излучения. Как я уже говорил, их два. Это дейтериевая лампа, работающая в ультрафиолетовом диапазоне. И вид лампа. Это вольфрамовая или галогеновая лампа, которая работает в видимой области. Также, повторюсь, что галогеновая лампа, ну, или вид лампы, она работает, как правило, дольше дейтериевой. Вот, дейтериевая это у нас лампа газоразрядного типа. То есть, для, ну, в случае вольфрамовой лампы, да, вид лампы, что нужно сделать? Просто запустить, да, и она фактически через несколько секунд будет уже выдавать требуемый уровень интенсивности излучения, который, в принципе, будет относительно постоянным. В случае дейтериевой лампы, ей необходим прогрев. Ей необходим прогрев. Ну, работает она по такому принципу, что подается напряжение на анодную дугу. Вот, этот анод раскаляется, возбуждает молекулы дейтерия, которые потом начинают испускать излучение во всем ультрафиолетом и в части видимого диапазона. Вот, ну, соответственно, чтобы весь дейтери возбудился в лампе, да, необходимо, чтобы прошло какое-то время, но обычно там, ну, 10-20 минут, ну, в среднем так 15 минут необходимо для нормального прогрева дейтериевой лампы, чтобы она вышла на свою рабочую интенсивность. Ну, как следствие, срок службы у таких ламп, ну, довольно небольшой. Это 2 до 4 тысяч часов. Ну, и как мне ранее говорили сервис-инженеры, то, что каждый поджиг дейтериевой лампы, это фактически минус 8 часов ее работы, да, то есть в некоторых случаях даже есть смысл не выключать данную лампу во время работы, ну, во время работы. Вот, тем не менее, ну, из своего личного опыта я пришел к выводу, что лампу все-таки лучше выключать, да, если вы не работаете там по 16 часов в сутки, то, в принципе, лампу следует выключать. Это, ну, поэкономичнее будет ее использование. Да, или если вы не оставляете анализы, там, например, на ночь, в некоторых случаях есть такая возможность запрограммировать, да, там, автосамплеры, если имеется, да, то сделать образцов, там, я не знаю, штук 20, да, 30, и поставить его на ночь, чтобы он последовательно измерял каждый образец. Вот, если таких задач нет, то лампу я все-таки советую выключать. Ну, и, как правило, при окончании выработки ресурс лампы увеличивается шум, ну, становится нестабильный поджиг, вот, ну, и ряд других, наблюдается ряд других, других всяких негативных моментов, таких, как, например, снижение чувствительности. Вот, на данном слайде изображены спектры испускания дейтеревой и визовской лампы. Да, вот у нас синенький, это у нас ультрафиолетовый спектр испускания, красненький, это у нас спектр работы видимой, лампы видимого света, и, вот, как бы, пунктирчиком это такой суммарный их спектр. Ну, и, как видим, что дейтериевая лампа, в принципе, она работоспособна до 700 примерно нанометров, то есть, она, в принципе, работает и в видимом диапазоне. Но, как вы видите, в видимом диапазоне интенсивность испускания довольно невысокая, поэтому есть смысл все-таки использовать лампу видимого света, да, для более чувствительных измерений. Также есть аналог вот этого всего дела, да, вот этой, вот, тандема ОФ-ВИЗ, да, есть такие, так называемые, ксеноновые лампы, но они не очень подходят для спектрофотометрии, потому что у ксеноновой лампы, так сказать, обрубаются концы вот этого спектра по краям, да, и вот в очень, так скажем, коротковолновой области с ней работать, ну, не так удобно, да, как вот с данным тандемом. Поэтому ксеноновые лампы, ну, они используются в основном с флюориметрией, да, а спектрофотометрии их фактически не используют. Ну, вот опять же, здесь показаны диапазоны работы ОФ-лампы и лампы видимого света. Далее, далее у нас методы монохроматизации излучения, ну, как бы, вот, исторически сложилось, что диспергирование проводили при помощи различных монокристаллов в виде призмы, да, то есть это, ну, вообще дисперсия, да, это разделение света по фазовым скоростям, да, то есть в зависимости от длинной волны, да, происходит различное отклонение вот данного луча, вот. Ну, и вследствие этого мы можем получить, ну, более-менее монохроматизированное излучение. Ну, далее использовались, также использовались подходы монохроматизации, основанные на применении светофильтров, это больше для фотоэлектроколориметров, ну, и для некоторых, для некоторых ОФ-детекторов, например, детектор UMAX, да, там, тоже флеориметрический детектор, он использует в качестве монохроматора вот такие вот светофильтры, ну, в чем суть, да, то есть есть такие вот фильтрики, да, у них в стекло, в стекле, так скажем, находится в составе стекла поглощающие компоненты, да, которые отражают или поглощают определенную область излучения, да, и пропускают тоже определенную область, да, вот, ну, и здесь, как бы, большой минус в том, что вот эти вот области пропускания, да, они довольно велики, то есть это несколько десятков нанометров, вот в случае, например, более современных подходов, например, дифракционной решетки, это порядка одного нанометра и менее, да, одного нанометра и менее, то есть здесь вот, ну, десятки, десятки, там 30 нанометров, то есть 30 нанометров у нас светофильтр, он может пропускать вот такую область, но не очень монохроматизированный, не очень такой, да, монохроматизированный свет получается, но тем не менее, как дешевый аналог дифракционной решетки, он вполне применим. Ну, а принцип работы дифракционной решетки представляет из себя следующий момент, то есть это дифракционная решетка, это некая периодическая структура, которая состоит из большого числа узких щелей, которые разделены между собой промежутками. Вот, и, собственно, при падении на решетку световых волн происходит процесс перераспределения волнового фронта, что обусловлено явлением, как раз, дифракции, то есть, ну, по сути, это гибание вот этих вот препятствий, да, штришков света. Ну, и, собственно, в результате явления дифракции у нас белый свет разлагается на отдельные волны, имеющие различную длину. Вот, ну, и, как бы, разрешение решетки, оно, собственно, определяется самими характеристиками такой решетки. Ну, вот, примерно схема, как это все действует, да, то есть, у нас есть источник излучения, есть ограничивающая щель входная, да, есть коллиматорное зеркало, которое отражает излучение на дифракционную решетку. Дифракционную решетку, если, так сказать, при увеличении ее рассматривать, то у нас вот такие вот штришки на ней расположены, да, и вот свет, попадая на штришки, ну, часть отражается, частично отражается, частично огибает препятствие, да, и в результате происходит разложение белого света, да, не монохроматизированного света на отдельные волновые составляющие. Ну, и вот этот разделенный, так скажем, свет, он поступает на фокусирующее зеркало, и в зависимости от того, какой световой, какая длина волны нам нужна, да, выставляется определенный угол поворота этого зеркала, и в результате направляется, вот, собственно, требуемое, свет с требуемой длиной волны. Следующий немаловажный момент, это вопрос точности установки длины волны, вот, ну, существует много подходов, к этому, один из подходов, это использование различных фильтров, ну, в частности, в данном случае, фильтр из оксида Гольми, ну, вот этот материал я взял у Хельмы, прям, ну, так вырезал из ее презентации, вот это вот спектр поглощения фильтра из оксида Гольми, ну, вот такой вот подход, например, используется в детекторах, спектрофотометрических частских детекторах фирмы, ну, уже термо, да, в прошлом доенок, сны, ныне уже термо, вот, и мы вот видим, что вот есть три сигнала, да, здесь прописаны теоретические максимумы поглощения, измеренные максимумы поглощения, да, и там плюс-минус один нанометр, да, точность установки длины волны, ну, и, собственно, видим, что в результате там везде у нас наблюдается положительный результат в ходе верификации установки длины волны, ну, также это все может проводиться по дидимому фильтру, да, вставка которого входит оксид неодима и оксид паразиодима, опять же, спектр поглощения данного фильтра показан, то есть, если, ну, если, соответственно, смещение вот этого спектра происходит, ну, в пределах плюс-минус одного нанометра, вот этих максимумов, да, которые здесь указаны, то, соответственно, считается, что длина волны установлена точно. следующий момент, можно также использовать в качестве таких вот фильтров, еще и стандартные растворы, например, 0,006 тысячных процента бихромата калия в сантимолярном растворе хлорной кислоты. В таком спектре должны присутствовать сигналы 257, 350 нанометров и минимумы 235 и 313 нанометров. Соответственно, если у нас наблюдаются минимумы и максимумы на данных длинах волн, то плюс-минус обычно 1 нанометр, то, собственно, у нас точность длины волны установлена верно. Также есть еще один подход использовать в 10 раз более концентрированный раствор бихромата калия и при этом у вас на спектрах фотометре на длине волны 430 нанометров абсорбция должна составлять примерно единицу оптической плотности. Следующий момент это использование кварцевого или оптического стекла для спектрофотометров. Как мы уже говорили, в случае калориметров достаточно использовать оптическое стекло. В случае работы со спектрофотометрами особенно если вам нужна область ультрафиолета то здесь без кварцевых кювет обойтись будет невозможно. На данном графике вы видите спектр поглощения оптического стекла и спектр поглощения кварца. Это все данные полученные мной. Здесь нигде это все не вырезано ниоткуда. На практике я измерял кювет из кварца против воздуха ставил кювет из оптического стекла измерял ее против воздуха. Вы видите что начиная с 390 нанометров у нас спектр абсорбции оптического стекла начинает расти. Причем где-то с 350 нанометров уже начинает расти экспоненциально. То есть вы уже не сможете работать за диапазоном 350 до 390 нанометров в более коротковолновом диапазоне. При этом в случае кварца у нас абсорбция нарастает незначительно и фоновое поглощение вполне себе применимо для работы в ближнем УЭП диапазоне. Здесь маркировка кювет от фирмы Хельма. Здесь просто показать что есть различные марки УЭП стекла. есть стекло Герасил 230 нанометров прозрачно. Есть КЮЭС кювет из материала Супрасил уже границу в прозрачности около 200 нанометров. Одни из самых распространенных на данный момент кювет это 10-миллиметровый кювет. Длина оптического пути у них 1 сантиметр. Далее после кювета у нас идет детектор. Это глаза нашего прибора. Основным детектирующим элементом в спектрофотометре выступает фотодиод. Диодная матрица и уже устаревшая это фотоэлектроумножитель. Фотодиод обычно кремниевый использует фотодиод и он преобразует попавший на него свет в электрический заряд за счет процессов в ПН-переходе. Это полупроводниковая теория. Не будем в ней углубляться. Просто отметим, что при попадании света на фотодиод происходит генерация электрического сигнала. В фотодиоде формируется малая величина тока и их надо как-то усиливать. Усиливаются они в электроумножителе. То есть от диода поступает например один электрон. Этот электрон попадает на первый денот, к которому подведено ускоряющее напряжение. Денот специально устройств, которые мультиплицируют количество вбиваемых электронов. То есть один электрон превращается в два. Затем второй денот превращает два электрона в четыре. Четыре в восемь. Восемь в шестнадцать. И так далее. И так далее. И вот происходит многократное мультиплицирование вот этого электронного потока. Из-за чего увеличивается электрический ток, который регистрируется анодом как сигнал. И сигнал будет пропорционален концентрации. То есть количество света прошедшего изначально на фотодиод. Но более старая версия это фотоэлектроумножитель. Тут уже использовался в качестве первичного источника электронов не фотодиод, а полупрозрачный фотокатод. Ну вот в чем собственно и принципиальное отличие данных типов детекторов. Ну про диодную матрицу особо сейчас говорить не будем. Ну как бы это более такой частный случай. Далее поговорим о качественном и количественном анализе. Спектрофотометрия она очень малопригодна ну даже сурово очень упустим она малопригодна для структурного анализа. точная установка строения установления строения структуры соединения с помощью данного метода фактически представляется невозможной. И главная причина это большая широта полос поглощения которые возникают в следствии во первых интерференции от разных хромофорных элементов во вторых из различных типов ассоциаций молекул различных взаимодействий молекул с растворителем которые уширяют вот эти спектрофотометрические сигналы. Но тем не менее это не отменяет то что этот метод можно использовать для количественного анализа и для количественного анализа спектрофотометрия подходит куда куда более хорошо чем та же самая икспектроскопия тем не менее в некоторых случаях можно использовать ряд критерий для идентификации соединений в частности мы можем подтверждать это так скажет тождественность уэв спектров при помощи программного обеспечения ТАРАС во вторых можем оценивать по положению максимум в поглощении оценивать идентичные два соединения или нет друг к другу и использовать различные такие уловки такие как например сигнальные отношения но об этом мы с вами поговорим ну давайте посмотрим затруднения при идентификации вот у нас есть два соединения фенол синенький спектр и хлором финикол и хлором так так и хлором финику а ну все это хлором финикола сукцинат вот немножко немножко смутило меня да что вот здесь вот у нас эфир эфирная группировка ну обычное дело имею с хлором финиколом непроизводным ну смотрите да соединения фактически они у них схожесть только в наличии бензольного кольца да бензольного кольца тем не менее спектры как мы видим они довольно похожи друг на друга да если бы вот например дать нам вот спектр да вот эти два спектра сказать там один принадлежит фенолу другой хлором финикулу то мы бы ну не сразу бы их отличили это точно да но когда мы видим уже наложение двух спектров и знаем что к чему соответствует да то как бы нам кажется что это довольно просто ну на самом деле на самом деле если бы у нас это было все в темную да то это было бы для нас довольно нетривиальной задачей да вот как бы максимум поглощения они довольно довольно близки ну давайте более такие более отчетливые примеры вот например также у нас спектр поглощения двух структурно различных соединений ну это все кислоты да это все кислоты вот только первая кислота это ароматическая кислота вторая олифатическая да там два хлор бензоинная кислота и трихлоруксусная кислота как мы видим спектр поглощения фактически идентичны ну до там 200 нанометров но вот как бы как бы не все работают в области там ниже 200 нанометров вот как бы до вот этой вот границы да различить вот эти два соединения очень и очень сложно очень и очень сложно ну и следует также отметить что вот такой характер спектральный да он типичен для большинства соединений то есть это фактически отсутствие поглощения в области более длинных волн и нарастание поглощения в области более коротких волн ну все это связано с сигма сигма да и н сигма переходами о которых мы с вами говорили в предыдущих видео то есть в таких переходах такие переходы они встречаются намного чаще чем пи пи или пи или н пи извиняюсь переходы а вот еще один пример это вот два гомолога да это метиловые и этиловые эфиры 4 гидроксибензойной кислоты по положению максимумов поглощения они идентичны друг к другу да идентичны друг к другу и если мы не знаем изначально да не можем наложить вот эти вот спектры поглощения да то мы также не сможем идентифицировать какому же из двух соединений соответствует данный спектр единственное что тут немножко разное сигнальное отношение но это я вам я вас уверяю вот эту разницу вы скорее всего не заметите вы скорее всего не заметите ее даже можно списать на я не знаю некие эффекты рассеяния эффекты рассеяния но опять же то о чем я говорил да это как мы можем идентифицировать соединения по положению максимумов и минимумов в электронном спектре по расчету сигнальных соотношений соотнесению их с эталоном да и программное сравнение двух спектров ну любая идентификация это сравнение образца и эталона образца нашего которое мы анализируем и эталонного спектра эталонного значения сигнальных отношений и так далее и так далее что же такое сигнальное отношение соответственно сигнальное отношение это Это отношение величин сигналов, получаемых на различных длинных волн. Обычно выражают их как соотношение максимума к минимуму, или как максимуму 1 к максимуму 2. Есть два основных требования. Это значение сигналов должны входить в динамический линейный диапазон. Для большинства одноканальных приборов, как я уже говорил, это от 0,2 до 1 единицы абсорбции. И сравниваемый абразив не должен быть сильно загрязнен, так как в этом случае будет заметен вклад абсорбции от компонентов матрицы. И, собственно, расчет идет такой, да, абсорбция полученная при максимуме первом, да, определить на абсорбцию при максимуме втором, это будет, ну, относительно константа. Да, мы опять же тут будем вычислять доверительный интервал плюс-минус, да, и ориентироваться на значение вот этого доверительного интервала. Ну, и то же самое касается отношения максимума к минимуму. Тоже это может быть константным значением. Тип формул, да, и количество сигнальных отношений, которые вы возьмете для сравнения, оно зависит от характера и типа спектра. Ну, количественный анализ, как правило, он основан на методе внешнего стандарта. Да, в методе внешнего стандарта, то есть, ну, студентов очень часто бывают путаницы при понимании, что же это вообще такое калибровка, как ее строят и для чего она нужна. Ну, мы сейчас с вами будем в этом разбираться. Ну, вот смотрите, для того, чтобы использовать метод внешнего стандарта, для начала необходимо вычислить зависимость, сигнал концентрация, да, то есть, некую физическую зависимость. Мы ее не знаем априорно. Для того, чтобы эту физическую зависимость вычислить, необходимо приготовить серию калибровочных растворов с известными значениями концентрации. Ну, обычно это, ну, традиционно, там 4-5 калибровочных уровней, да, там фармакопии 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, 5 калибровочных уровней. То есть, вы готовите растворы 5 различных концентраций, да, 5 различных концентраций. Затем измеряете каждый раствор, да, каждый раствор измеряете, вот, и получаете значение сигналов, да, по шкале С. Вот, то есть, концентрации вам известны, то есть, вы готовите там, например, 1 мг в литре, 2 мг в литре, там 5 мг, 10, 20 мг в литре, да, И получаете сигналы, записываете это все и строите калибровочную кривую. То есть вы получаете некое уравнение в итоге, так как вы в школе изучали, что линия, ну, калибровочная кривая, она хоть и кривая, но она обычно прямая. Она аппроксимируется линейным типом зависимости. Ну, а как вы в школе помните, линейная зависимость, она описывается вот таким вот уравнением. y равно bx плюс a, где коэффициент b это коэффициент наклона или slope, где a это коэффициент, ну, это коэффициент intercept, да, или, как вылетело из головы, ну, вот это вот offset, да, такое. Ну, то есть, в общем, это величина, на которую приподнимается график по сути или, наоборот, опускается вниз. Вот. Самое главное получить этот тип зависимости, да, где y это у нас сигнал, где x это у нас концентрация, да, и вот эти коэффициенты, они уже имеют, как сказать, из физической, имеют физический, описывают физическую зависимость, да, вот этой вот сигнала от концентрации, зависимость сигнала от концентрации. Вот эти вот данные обрабатывают методом регрессионного анализа и в конечном итоге получают коэффициенты регрессии. Это коэффициент b и коэффициент a, да, коэффициент a и коэффициент b, вот, ну, и, ну, да, свободный член, да, свободный член уравнения, вот. Вот. И далее, когда мы уже вычислили вот эти вот регрессионные коэффициенты, то нам ничто не составляет труда, как, например, определять концентрацию по имеющемуся сигналу, да, то есть перестроить это уравнение таким образом, что x будет равно y минус a, да, поделить на b. При этом следует отметить, что вот этот коэффициент a, он может быть незначим, да, то есть он может не играть особой роли в уравнении регрессии. Это тоже делается статистическими методами, но мы не будем сейчас углубляться в этот момент. То есть формула может быть и такая, что и просто y поделить на b. Просто y поделить на b. Вот. Также коэффициент вот этот вот b, да, коэффициент b, его можно определить как тангенс угла наклона, калибровочной кривой. И еще одним критерием для того, насколько хорошо вы построили калибровку, служит коэффициент корреляции r, x, y, да, и коэффициент детерминации. Вот оба эти коэффициента, они должны быть больше 0.99. Больше 0.99. Ну, обычно, если коэффициент корреляции больше 0.99, то, точнее, если коэффициент детерминации больше 0.99, то и коэффициент корреляции тоже больше 0.99. Обычно, если значение этих коэффициентов меньше этого значения, то калибровка считается неудовлетворительной. Ну, это все, как бы, тоже результат расчета регрессионного анализа. Ну, вот, на выходе, точнее, не на выходе, а вот что мы имеем, да, есть некие характеристики, да, которые следует запомнить, вот, что относится к нашему графику, да, вот. Во-первых, это величина фонового сигнала. Всегда у нас есть уровень шума, да, фон, так называемый фоновый сигнал. И вот этот сигнал, как раз, он описывается, ну, вот, буковка А в данном случае, он описывается с ВЕЦ коэффициентом интерсепт. Интерсепт, да, в уравнении регрессии мы с вами помним, что это Bx плюс А, да. И вот этот вот множитель, вот этот вот множитель, он описывает уровень шума, то есть уровень случайной погрешности измерений, по сути. Вот, а B вот у нас это, это относится не к коэффициенту slope на данной картинке, а это описывает динамический диапазон. То есть мы, по сути, можем строить калибровки только в динамическом диапазоне. За динамическим диапазоном у нас уже начинают действовать явления, которые способствуют отклонению от закона Бугера-Ламбарда-Бьера, да, и, соответственно, вот с такими зависимостями работать уже не представляется возможным. Вот, ну, вот этот вот динамический диапазон, это вот максимум, на который можно построить калибровку. Но вы можете калибровочный диапазон строить, например, вот в таком вот, да, вот в таком вот диапазоне, никто вам не запрещает. Главное, чтобы вот эта граница не вылезала вот за границу динамического диапазона. Итак, каков алгоритм проведения, реализации метода внешнего стандарта? Итак, сначала нужно получить данные, спектроскопические данные аналита, ну, то есть это соединение, которое мы будем, концентрат, которое мы будем определять. То есть необходимо вначале получить его спектр поглощения, да, электронный спектр, вычислить малярный коэффициент экстинкции, то есть оценить чувствительность, которую мы будем проводить, спектрофотометрическое определение, да. Если коэффициента чувствительности недостаточно, то, соответственно, нам нужно либо как-то менять пробоподготовку, либо переводить наше соединение, например, в более, в продукт дериватизации, да, который будет более чувствителен к спектрофотометрическому определению. Ну, то есть это вот первый немаловажный подготовительный момент, который мы должны осуществить перед алгоритмом, перед проведением количественных измерений. Далее, второй момент уже, собственно, идет подготовка к построению калибровочного графика, да. Это сначала мы должны приготовить калибровочные растворы, вот, различных концентраций. Обычно готовят, ну, минимум три, но оптимально пять, пять калибровочных растворов, да. Это калибровочные растворы, калибровочные растворы, и это называются калибровочными уровнями, да. То есть, если у вас пять калибровочных растворов, то вы калибровку будете проводить на пяти калибровочных уровнях. Вот. Обычно калибровочный диапазон составляет один-два порядка, но два порядка это крайне редко. Обычно все в пределах десяти-пятидесяти раз, да. То есть, концентрация будет отличаться в десять-пятьдесят раз, то есть, где-то один-полтора порядка. Вот. Это нужно иметь в виду, да. Ну, и в конце вы увидите, будет соблюдаться линейность или нет. Если линейность будет соблюдаться, то, соответственно, ваша калибровочная зависимость, ваша, так сказать, серия калибровочных растворов, она приготовлена верно. Если нет, то, соответственно, необходимо исключить верхние, обычно верхние калибровочные растворы, так как там более часто наблюдается отклонение от закона Бугера-Ламбертобера, отклонение от линейности, да. Затем мы получаем данные абсорбции при максимуме поглощения, да, при максимуме поглощения. Это нужно, почему при максимуме, это нужно для того, чтобы увеличить чувствительность, да, чувствительность. То есть, при максимуме поглощения у нас наблюдается максимальный сигнал, и это увеличивает чувствительность методики. Далее производим построение зависимости сигнал-концентрация, проводим регрессионный анализ, вычисляем коэффициент корреляции-детерминации, вычисляем коэффициент уравнения регрессии, оцениваем адекватность модели, оцениваем адекватность коэффициентов регрессии, тоже очень важный момент. Обычно коэффициент А является несущественным, незначимым, значимость коэффициентов уравнения регрессии. И после проведения регрессионного анализа соответствующих оценок мы можем уже строить алгоритм расчета. То есть, например, исключить нам коэффициент А, не исключать коэффициент А и так далее. Ну и вообще, правильно ли у нас все построено. И затем, в следующий момент, это уже расчет концентрации неизвестных образцов. То есть, смотрите, сначала мы строим калибровку, где знаем точную концентрацию, получаем сигналы, устанавливаем зависимость, и потом уже делаем обратные процедуры, то есть получаем темные образцы, их анализируем, получаем сигнал, и по сигналу уже смотрим на концентрацию. Какая у нас концентрация была в темном образце. Ну вот как считается малярная концентрация? Малярная концентрация рассчитывается как концентрация, ну, там, например, в данном случае объемная, да, грамм в литре, поделить на малярную массу, да, там, например, хлорамфиникол, да, если у нас здесь хлорамфиникол, концентрация, например, 10 миллиграмм в литре, да, то, соответственно, у нас будет эта концентрация 0,01 грамм в литре, да, и мы делим на 323,13 грамм на моль. Получаем вот такое значение малярной концентрации. Далее рассчитываем малярный коэффициент экстинкции. Помним, что по закону Бугера-Ламберта-Бера у нас абсорбция равна эпсилон на цена L, да, L у нас 1 сантиметр, соответственно, мы ее исключаем, да, из расчета, ну, как бы, просто приравняем к единице. Получается, что у нас малярный коэффициент экстинкции будет равен абсорбции поделиться на малярную концентрацию. И здесь вот мы видим, да, что при, ну, раствор хлорамфиникола, да, или левомицетина, там, ну, допустим, в спирте, да, он имеет, ну, концентрация 10 миллиграмм в литре, он имеет абсорбцию 0,5755, да, единица абсорбции, то вот мы единицы абсорбции делим на малярную концентрацию и получаем в итоге значение малярного коэффициента экстинкции, ну, где-то 2 на 10 в минус 14 степени. Ну, это довольно-таки неплохая чувствительность, довольно-таки неплохая чувствительность для данного соединения. Вот, и также мы видим, где находится максимум поглощения, это 278 нанометров, вот, и, соответственно, логично концентрацию измерять, ну, вообще, калибровка, значение сигналов калибровочных растворов измерять на данной длине волны. Далее, ну, мы приготовили калибровочные растворы, да, и измерили абсорбцию на длине волны 278 нанометров. И затем вот эту абсорбцию мы перемещаем на график калибровки, да, то есть здесь у нас спектры, да, зависимость длины волны, ой, оптической плотности от длины волны, мы переводим на график зависимости абсорбции от концентрации, да, абсорбции от концентрации, и получаем вместо вот такой вот гауссовой кривой, да, мы получаем вот такой вот линейный график. Проводим регрессионный анализ, и обнаруживается, что вот такое вот уравнение у нас, да, и коэффициент детерминации равен 3 девятки, да, 3 девятки, это говорит о том, что описано у нас факторной дисперсией больше 99,9% от общей дисперсии. Это значит, что наша модель работает, наша модель работает. Ну, также проводим, оцениваем значимость, да, уравнение регрессии, значимость калибровочных коэффициентов, это у нас B, напоминаю, это у нас A, вот, ну, соответственно, здесь у нас все получается нормально уже, как бы я посчитал, и вот это вот уравнение в дальнейшем мы применяем для расчета концентрации неизвестных образцов. Итак, каковы же рекомендации по калибровке? Ну, во-первых, длина волны для получения сигнала должна соответствовать максимуму поглощения, для наибольшей чувствительности, повторяемости и наименьшей погрешности. Также длина волны для получения сигнала должна быть по возможности более, ну, 220 нанометров, так как в диапазоне, ну, коротковолновом у нас обычно наблюдается очень заметное поглощение, например, от растворителя, да, от различных примесей и так далее, и так далее. То есть это будет оказывать существенное влияние на точность, повторяемость, погрешность наших измерений. Далее, калибровочный диапазон должен соответствовать, ну, быть не более двум порядкам. Обычно это один-полтора порядка, так как в более широком диапазоне будет падать линейность, линейность нашей калибровки. Вот, а нелинейные калибровки, они уже не описывают нашу модель достаточно полно. Также желательно для однолучевых приборов не превышать значение абсорбции в одну единицу. Ну, так же это связано с отклонениями от закона Бугерда-Ламбарда-Бера. Коэффициенты детерминации и корреляции должны принимать значение 0,99 и выше. Ну, соответственно, более низкие значения будут свидетельствовать об отклонении от линейной зависимости и высокой погрешности измерений. Также следует отметить такое явление, как зашкал. Ну, как бы, ну, я, ну, как бы, такого официального определения этому не видел, но все, все, в принципе, называют его зашкалом. Это когда у вас, ну, прибор просто не может переварить данные, которые получают. То есть, по сути, вы кормите прибор, перекармливаете, да, прибор данными, и он, ну, просто вот не может его физически переварить, да, ну, так сказать, в кавычках. Это тоже связано с линейностью, да, с линейностью и динамическим диапазоном прибора. Ну, как я уже говорил, для однолучевых спектрометров желательно находиться в диапазоне от 0,2 до 1 единицы абсорбции. Ну, вот, в первом случае превышена чувствительность прибора, да, во втором тот же самый образец, который был разбавлен в 100 раз, да, в 100 раз. То есть, здесь мы видим хороший такой характер спектра, а здесь, соответственно, мы вообще, как бы, ничего не понимаем, да, что здесь происходит. Ну, вот, как бы, очень часто вижу такую ошибку начинающих спектроскопистов, да, когда они не разбавляют образец должным образом. Ну, вот, корректно получать данные в таком диапазоне именно для однолучевых приборов, там, для двулучевых, псевдодвулучевых приборов диапазон динамический несколько шире, поэтому, ну, для них это правило не совсем, так скажем, применимо в полной мере. Ну, а при сильно низких значениях будет велика погрешность из-за влияния шумового, да, из-за фонового шумового сигнала. Вот, ну, при высоких значениях, соответственно, наблюдается отклонение от закона Бугера-Ламборта-Бера. Ну, собственно, здесь также все написано. Далее. Вот конкретный пример, да, вот мы со студенткой разрабатывали методику для, ну, калибровки для оценки вынесения сухого восстановленного молока в пастеризованное, да, вносили там на уровне 10%, да, точнее тут 5%, 10%, 20%, 50% и 100%. Да, вот смотрите, то есть, вот этот вот график у нас синий, это у нас значение концентрации, ну, значение сигналов на 5-ти калибровочных уровнях. Да, и мы получали, ну, вроде бы, такое нормальное значение коэффициента корреляции 0,99, да. Ну, вот как только мы убрали вот эту вот пятую точку, да, мы получили сразу 3 девятки. Ну, то есть, вот метод, он будет линеен, в данном случае, до 50, ну, до концентрации 50% вынесенного сухого восстановленного молока в образец. В данном случае есть смысл эту точку убрать, да. И если вам нужно, то если вот, если значение абсорбции будет выходить из калибровочного диапазона, всегда можно образиться, разбавить там в 2-4 раза и получить значение на калибровочном графике, там вот здесь, вот здесь или вот здесь, да, то есть, смотрите, какой момент, то есть, по калибровочному графику мы не имеем права проводить экстраполяцию, да, то есть, мы можем оценивать только в плане интерполяции, то есть, когда у нас данные, ну, входят в диапазон имеющихся данных, то есть, данные от темных образцов, они входят в имеющиеся данные для калибровочного диапазона. Вот, соответственно, ну, нет ничего, ничего зазорного в том, чтобы просто, ну, в 2 или, там, в 4 раза разбавить образец и получить уже значение на, на вот, в линейном диапазоне концентрации, да, и затем просто умножить, там, ну, на коэффициент разведения, там, в 4 раза, например. Так, немножко о кинетических измерениях. Очень часто спектрофотометрия применяется для кинетических измерений, а кинетический график, это есть некая зависимость сигнала или концентрации от времени, да, от времени. Ну, и современные спектрометры, они могут быть оборудованы также системой термостатирования для того, чтобы проводить измерения непрерывно. Ну, также допускается и порционный отбор, ну, например, из реакционной массы, да, образца, и его, также кинетические измерения, ну, вот, так скажем, дискретные такие, да. Ну, вот, в данном случае, ну, со студентом делали, проводили кинетические измерения, тоже по методике обнаружения фальсификации сухого восстановленного молока, мы проводили реакцию на, ну, на образование продуктов реакции Майера в случае, вот, красной пунктирной линии без термостатирования, ой, то есть, с термостатированием, да, и с предварительным, и без термостатирования. Ну, соответственно, видно, да, что в случае без термостатирования у нас полноплата выходит, ну, уже после 6000 секунд. Ну, мне сейчас, не буду сейчас переводить, как бы, если хотите, переведите, да, это все в минуту, да, сколько-то минут, вот, тем не менее, в случае, в случае с предварительным термостатированием у нас, это все дело, как бы, ну, фактически, можно было измерять сразу же, да, можно было сразу же измерять. Ну, и про специфику метода спектрофотометрии, как я уже говорил, для идентификации оно, ну, подходит, подходить, конечно, подходит, но с некими ограничениями, да, то есть, мы можем идентифицировать по положению максимумов и минимумов поглощения, по сигнальным отношениям, а также программно сравнивать два спектра друг с другом, да, спектра эталона и спектра нашего темного образца. При этом для структурного анализа, для структурного анализа метод, ну, фактически, не применим. Ну, метод очень хорошо применим для количественного анализа, вот. Также он применяется для оценки изменения структуры, да, или именно изменения, да, структуры. Это с помощью кинетических измерений, например. Спектрофотометрия также она применима для широкого круга соединений, ну, потому что фактически все соединения имеют тот или иной, тот или иной значение абсорбции, да, в диапазоне ОФ или видимой области. Также это неразрушающий метод, да, то есть, на выходе наш образец не будет разрушаться, вот. Вот, чувствительность находится на уровне десятых и сотых миллиграмм в литре, ну, тоже зависит от структуры вещества, да, структуры вещества. И специфичность метода, она достигается либо выбором оптимальной длины волны, либо правоподготовкой. Ну, как правило, специфичность метода низкая, да, особенно если вы работаете в кратковолновом диапазоне, да, спектрофотометрических определений. Ну, и далее справочная информация, здесь у нас типы спектральных диапазонов, ну, кому интересно посмотреть, да. Здесь вот очень важный слайд про границу в прозрачности спектроскопических растворителей, да, вот часто применяемый растворитель этот станитрил, да, вода как полярная, и различные углеводороды, да, как неполярное соединение, неполярное соединение. Ну, также неплохо применяются спирты, изопропиловый, метиловый, этиловый, да, спирты, вот, ну, частично также пропиловый, вот, 3-фторукшечная кислота и тетрагидрофура. Ну, а дальше, соответственно, мы видим, что граница в прозрачности, она сдвигается все в более и более кратковолновый диапазон, и растворители ниже все менее-менее будут применимы для, для количественного анализа. Ну, и вообще для спектроскопического анализа. Ну, здесь вот повтор слайда, да, это соответствие между абсорбцией и коэффициентом светопропускания, вот, и различные типы переходов, ну, чтобы вам было понятно, куда и как они относятся, да, да, и как они относятся. Вот, ну, и, собственно, все. Спасибо за внимание, надеюсь. Я большую часть, так скажем, спорных моментов я разобрал в презентации, вот, и надеюсь, вы все поймете. Спасибо за внимание и до новых встреч.